Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент доступен. В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи с нами сегодня экономист Михаил Делягин. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. Также звоните из-за рубежа код Латвии плюс 371 и номер ватсап 230-6191. У нас в Латвии объявлен карантин. Несмотря на новые ограничительные меры, которые были введены правительством в выходные, социальное дистанцирование у нас, оно все же нет всеобщей изоляции, которая, как мы знаем, в Москве. Вот как вы смотрите на те меры, которые были введены правительством Москвы и Московской области? В Москве нет всеобщей изоляции. У нас, более того, нет даже режима карантина, потому что у нас в законе карантин прописан. У нас некоторая странная схема, которая тоже прописана в законе. У нас де-факто запрещен выход на улицу. Причем сегодня мне позвонили, рассказали о ситуации, когда патруль оштрафовал девушку, которая просто пошла в ближайшую картику на полторы тысячи рублей, потребовала пропуск, которого не существует в природе. Но, возможно, потому что это девушка и потому что к ней можно пристать. Но, в целом, полиции на улицах я не видел вообще. В принципе, они, судя по всему, тоже в какой-то информрежим самоизоляции перешли. Поэтому народ начинает бояться преступности довольно сильно. Но, в целом, люди относятся с пониманием к этой ситуации. Ну, мы видели кадры, видеозапись, например, из Подмосковья, из города Красногорска, если я не ошибаюсь, где полиция ездила по улицам и объявляла комендантский час, что тоже считается незаконным. Это был психоз, это был психоз или это была репетиция. Психозу подвержены в том числе руководителям, в том числе правоохранительных органов. Это, так сказать, дезавуированы эти объявления, комендантского часа пока нет. Хотя, на самом деле, когда было объявлено, что ребята лучше посидите дома после выступления Путина, в общем, на улицах народу практически не было, и в транспорте народу практически не было. Так что режим самоизоляции вступил в силу де-факто без официальных объявлений. Интересно, что многие сейчас анализируют кадры и фотографии выступления Владимира Путина и предполагают, что он находится тоже в режиме самоизоляции, возможно, в бункере. Вот на ваш взгляд, где сейчас президент и можно ли делать какие-то выводы по этим кадрам, которые появились в интернете? По кадрам невозможно делать вывод, потому что кадр выстраивается специально так, что по нему нельзя сделать никакой вывод. Я не очень понимаю, зачем президенту находиться в бункере, когда он имеет достаточное количество резиденций, и нам известных, и нам, допускай, неизвестных, в которых можно дышать свежим воздухом, можно, так сказать, не подвергаться никаким бытовым трудностям. Поэтому про Путина в бункере – это сказочки из серии пропаганды, из серии того, что русские опять отравили скрипалей. То, что он находится в режиме самоизоляции, но по возрасту он входит в режим риска. То есть если бы у меня был родственник его возраста и даже его здоровья, я бы всё равно его посещал, я бы ему дистанционно всё отправлял. Так что я думаю, что это было бы разумно, и он свёл бы, к минимуму, общение с людьми. Это нормально. Президент, когда выступал первый раз, объявил о выходных днях. После этого, уже через некоторое время, мэр Москвы Собянин объявляет о режиме всеобщей изоляции. На ваш взгляд, это была такая спланированная история, что президент выступает с пряником, а Собянин с кнутом, ну, скажем так. Или это всё импровизация? Ну, по официальной версии, это не было спланированной историей, и Собянин ввёл этот режим, потому что какие-то гастарбайтеры поехали в парки. Хотя я не очень понимаю, а, собственно говоря, в парках люди... Ну, я не был в парке, но те фотографии, которые были видны, они очень невнятные, с размытыми лицами, и, так сказать, люди, в общем, и компания находятся друг у друга на приличном расстоянии. Но даже если исходить из этого предлога, это не было спланированной. С политтехнологической точки зрения, это большая ошибка, потому что, да, конечно, плохие новости ассоциируются с Собянином, хорошим, с Путиным, но при этом и порядок ассоциируется с Собянином, а не с Путиным. И если это был, так сказать, умысел, то это был умысел достаточно глубокий. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Александр. Михаил Геннадьевич, во-первых, большое спасибо вам, я все ваши комментарии слушаю. Спасибо вам. Сочувствую, если вы слушаете их все. Это тяжело. Ну, стараюсь все слушать. Очень интересно вы выступаете, так сказать, и очень грамотно. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот вы члены справедливой России. Вот эту комедию с поправками устроили. Вы фактически являетесь тоже участником. Даже мы из Прибалтики здесь. И то видим всю комедийность вот этой ситуации, которую разыграли с поправками в Конституцию. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как вы относитесь к появлению на экране телевизоров Лебединого озера? Спасибо. Спасибо вам. Пока Лебединого озера. Если не секрет, где у нас телевизор был Лебединое озеро? Да, пока вроде Лебединое озеро. Честно, я телевизоры не смотрю, наверное, лет 12. Где у нас в телевизоре было Лебединое озеро? Я просто не знаю. В 91-м, вероятно. Что касается комедийности ситуации? Ну, если человек считает, не видит комедийность ситуации в Прибалтике, а видит комедийность ситуации в России, то я рад за его строту зрения. Есть такое понятие старческая длиннозоркость. Наверное, она имеет в виду. Ну и все-таки, что касается поправок, как вы оцениваете эту историю как член справедливой России? Ну, первое, поправки содержательно можно только поддерживать, потому что они правильные. При этом они абсолютно недостаточно. Это понятно, да? Людям не гарантировано право на жизнь в виде прожиточного минимума. Банк России не обязан обеспечивать экономическое развитие. Но эти поправки особого смысла не имеют для общества, потому что Конституция игнорируется государством. Причем все почему-то визжатополитических статьях она игнорируется в самых главных социально-экономических статьях. Соответственно, поправки в документ, который не действует де-факто, и юридической силы де-факто не имеет, сослаться на Конституцию, где не будет, это бессмысленное занятие. Реальный смысл заключается в переформатировании власти, в создании института Госсовета, в перераспределении обязанностей между различными структурами власти. Мы от царистской, по сути дела, Конституции Ельцина, которая была принята путем расстрела Дома Советов и демократии в целом, мы переходим к системе власти, в которой власть более распределена, более гибко. То есть с точки зрения юридической, это формально юридической, это больше демократии, с точки зрения сугубо-управленческой больше гибкость, больше устойчивость. Это можно приветствовать. То, что при этом товарищ Путин получает юридическую возможность остаться на подольше, он имеет силовую возможность остаться на подольше. Как это он будет заворачивать, это не критично. Не говоря, что меня очень веселит, почему в Германии руководитель государства может быть четыре срока руководительного государства, а она с тем не может. Там другая форма правления в Германии, вы же знаете, там парламентская история. Да-да-да, парламентская история. И я знаю, как там проходит агитация, как там поступают с людьми, которые выступают за точку зрения, которая там не нравится, доминирующей корпоративной тусовки. Как там позиционные митинги проводить левому патриотам Германии. Как в Германии, если вы патриот и любите свою родину, вас называют за это фашистом. И так далее. У нас это перестали делать в 2007 году. Или восьмом, не помню. Но вам сказать, все-таки сменяемость власти, она должна быть? Или, учитывая, что Путин 20 лет уже в власти, затем история с обнулением, и вероятность того, что он останется еще, может быть, на 10 лет? Сменяемость власти и демократии – это хорошо. Ситуация, когда человек две трети своего выступления посвящает тому, что сменяемость власти – это все, а одну треть посвящает тому, что если вы не против, я еще посижу, это плохо, потому что это самодискредитация, дискредитация государственности и так далее. Но демократия является инструментом, а не религией. Если мы превращаем демократию в религию, то мы отключаем себе мозг. Начинаем все дружно скакать по поводу того самого коронавируса. Или по поводу мигрантов. Когда люди, изнасилованные бешенцами, как это называют русские в Европе, искренне извиняются перед этими самыми бешенцами за то, что в процессе изнасилования доставили им какие-то неудобства. Вот это вследствие того, что мы инструменты демократии превращаем в цель. Если бы я увидел меняемую альтернативу, пусть на уровне вырастания, пусть на уровне потенциала, я был бы категорически против этих поправок. К сожалению, искусство политического мастерства заключается в том, в первую очередь, чтобы никакой альтернативы не выросли. Путин этим искусством владеет не в меньшей степени, чем госпожа Медведева. Просто у него здоровье чуть-чуть получил. Руки не трясутся пока. Поэтому в данной ситуации, в условиях срыва в глобальную депрессию, я не имею ничего против сохранения Путина власти, если он изменит свою социально-экономическую помощь. А если он ее не изменит, тогда, конечно, нужно менять, но вопрос на кого? На Навального, на Юринского, на Зюганова? На Зюгановску? Большое спасибо. Большое спасибо. Вы говорите о том, что Путин сам создает условия для того, чтобы альтернативы не выросли, и тем самым, наверное... Это меняемая политика. Это было первое рассказано про Джавахар Ладне. И в то же время поддерживаете то, что он остается у власти. Получается, что это замкнутый круг такой. А меня не важно, чтобы власть исполняла свои минимальные обязанности. Мы очень хорошо видим, например, на примере Украины, что происходит с обществом, которое, желая всего хорошего, меняет, разрушает себя. Я очень хорошо помню, как мы уничтожили Советский Союз, я в том числе уничтожил Советский Союз, борясь с плохой властью. И привели к власти людей, на фоне которых Горбачев выглядел идеалом эффективного менеджера, а Суслов выглядел идеалом добросовестного демократа. А я понимаю, что 91-й год помнят не все. И 89-й год помнят не все. Но Украину в нашей стране видят все. У нас у всех там рост. И друзья. И мы ситуацию на Украине судим не по официальному телевидению. А потому что и как нам пишут оттуда. Мы сумасшедшими быть не хотим. Может быть, у нас это не получится, но мы этого не хотим. Если ради этого нужно нарушить какие-то демократические формальности, это не проблема. Сейчас делаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Экономист Михаил Делягин у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи с нами Михаил Делягин, экономист и советник-реководитель фракции партии «Справедливая Россия». Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, звоните за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp. Номер WhatsApp 230-6191. Пару недель назад в одном из сюжетов, который был посвящен коронавирусу и его последствиям, вы назвали происходящее в экономике сегодня только генеральной репетицией. Вот репетиция перед чем, вы считаете, и как скоро тогда премьера этого спектакля, если это репетиция? Как бы глобальные рынки, они распадаются. Это было спрогнозировано достаточно давно. Гений американской управляющей элиты позволял этот распад оттягивать в течение 20 лет. Чудовищными, чудовищной ложью, злодеяниями, преступлениями, насилиями. Но на 20 лет они его оттянули. Потому что это должно было случиться в 2001 году или в 2002 году. Ну, не совсем, на 2018. И структурный анализ, политический анализ, технический анализ показывал срыв в глобальную депрессию на осень этого года. Две недели назад предполагалось, что недооценивался масштаб коронавирусной степени. ВОЗ имел в виду пандемию паники, как я понимаю, пандемию психического расстройства. Но мы имеем сейчас ситуацию, когда вполне возможно, мы входим в глобальную депрессию уже сейчас и прогнозируемого на лето отскок просто не будет. Это возможно. Да, а последующее восстановление после, например, открытия границ, снятия ограничительных мер? Что вы будете восстанавливать? Как долго оно может... Ну, насколько это резкий может быть скачок вверх, или это будет долгое топтание на месте? Как это будет происходить? Уже сейчас разрушены экономики целых стран. У китайцев нет экспортных рынков для своих продуктов. Если они что-то будут поставлять в США, весьма вероятно, США будут просто конфисковывать все доходы в счет очередных претензий, которые они им предъявили. Дальше начнет восстанавливаться экономика самообеспечения, которое Путин, кстати говоря, сказал в январе месяце. Тогда все предпочли его не услышать. Будет восстанавливаться экономика самообеспечения. Но многие технологии, они слишком сложны, слишком дороги для мира, распавшегося на макролегионах. Они могут существовать только в глобальном отштабе. Так что посмотрим, насколько хватит остатков старого мира. Но речь о том, что это когда-нибудь кончится. Мы выйдем на улицу, вдохнем свежий воздух и будем жить по-старому. На улицу выйдем свежий воздух, вдохнем жить по-старому. То есть все, проехали. Звонок у нас. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Так, сорвался. Звонок 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните и пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Но если мы не будем жить по-старому, то хотел... Я задам этот вопрос после звонка. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Денис, Испания. Да, Денис. Хотел бы задать вас... Меня слышно хорошо? Да, мы слышим вас. Замечательно. Хотел бы задать вашему гостю вот такой вот вопрос. Последнее время в связи с коронавирусом в том числе и правительство Испании сделало очень много заявлений в качестве помощи и так далее мелкому и среднему бизнесу. Но пока никаких реальных действий не произошло. Хотел бы спросить, какие реальные действия правительства Москвы и России были уже сейчас сделаны в помощь среднему и мелкому бизнесу в России? Спасибо большое. Спасибо. Значит, обещания тоже достаточно серьезные. Налоговые каникулы, кредитные каникулы для граждан. Значит, от существенных вещей Банк России открыл кредитную линию на 150 миллиардов рублей, это немного, которых предоставляются по ставке в две трети ставки рефинансирования, то есть 4% для нас это немного, а банкам для кредитования среднего бизнеса. Вот. Это первое. Второе. Вроде бы Сбербанк начал на кредитование на выплату заработной платы. Сбербанк начал предоставлять кредиты под 0%, малому и среднему бизнесу вроде бы, но я про это вот слышал, но, что называется, документов я не видел. Вы сказали о том, что когда мы выйдем на улицу, вздохнем воздухом, но жить по-старому мы уже не будем, какова будет новая жизнь? Есть ли какие-то уже модели экономические, в том числе, после того, как коронавирус отступит? Самое близкое это межвоенный период, причем не 20-е годы, а 30-е годы, когда мир разделен, разорван на куски, все друг с другом, все друг другу противодействуют, все друг с другом борются, все друг с другом собачиваются, причем абсолютно хаотичны. А степень хаотичности свидетельствует тот факт, что 22 июня 1941 года Черчилль выступил с официальной речью о том, что если Гитлер вторгнется в акт, то я буду постоянно отправлю войска на помощь сатане, а бомбардировки советских нефтеформыслов в Баку английские были отменены, по-моему, только 26 июня, который будет запланирован на 29-е годы. Вот такая степень неопределенности будет. При этом в глобальных рынках не будет. Дай бог, сохранятся какие-то из европейских рынков, но это не факт. Посмотрим, как будет проходить банкротство Италии и будет ли официально осуществлено банкротство Deutsche Bank. От этого зависит будущая Европа. Но просто не будет рынков. Сергей Алексашенко, который... Как это? Я торгую колубнику, выращенную своими собственными руками. А все остальное это уже слишком слой. Экономист Сергей Алексашенко, который был гостем нашей программы, он также говорил о будущем Европы, отвечая на один из вопросов нашего радиослушателя. И он сказал о том, что не исключает такой сценарий, как распад Европейского Союза, что это становится все более реальным ввиду сегодняшних экономических и политических отношений. Как вы думаете? Ну, вы знаете, распад Европейского Союза обсуждался еще лет 10 назад. В общем, эта тема не от актуальности не утрачивается все эти 10 лет. Выход Англии это, так сказать, в общем, можно трактовать как распад Европейского Союза, но на самом деле из Европейского Союза не захотят выходить все, кто надеется получать помощь, и прекращение этой помощи не будет для этого основанием, потому что Эритку будет подкармливать по-прежнему. Скорее всего, Меркель в 8-м году уже ввела режим разных сортов стран для Евросоюза. Но этот режим просто будет усилен, вот и все, и те деньги, которые раньше шли в Восточную Европу, потом предполагалось направить их в Южную Европу, они просто останутся в работающей части Европы. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег. Вопрос вашему гостю, я периодически его задаю на этом радио. Скажите, почему Россия не объявит себя правоприемницей Российской империи, хотя в новой истории она по долгам Российской империи расплачивалась? Да, спасибо. Хорошая идея, но вы знаете, Российская империя покончила жизнь самоубийством, и вполне достаточно, что мы стали правоприемником Советского Союза, который тоже распался, но, по крайней мере, не так трагично и чудовищно, как Российская империя. И понимаете, если мы объявляем себя преемником Советского Союза, то мы объявляем себя преемником самой гуманной и самой эффективной цивилизации в истории человечества. А если мы объявляем себя преемником Российской империи, то мы объявляем себя преемником средневекового общества, которая из-за своей феодальной отсталости рассыпалась. И более того, руководитель объявил себя преемником Николая II де-факто, который продемонстрировал абсолютную вменяемость политическую и довёл страну до революции. Мало кому из политиков хочется такой рекламы. А что гуманного было в Советском Союзе? Хотя неофициально, неофициально. История России рассматривается в своей исторической преемственности, начиная с Киевской Руси, потом Московское царство, потом Санкт-Петербургская империя, потом Советский Союз и так далее. Это историческое преемственность, они тем не оспариваются. Что было гуманного в Советском Союзе? Вы сказали о том, что это самая гуманная цивилизация. Не могли бы вы это пояснить? А вам, простите, лет сколько? Мне 40. Я помню Советский Союз, мне было 11, когда он распался. Вы помните агонию Советского Союза, потому что потребительский рынок в Советском Союзе был уничтожен в ноябре 87-го года. Вы помните, очень гуманная форма эта агония, потому что Прибаловская всегда снабжалась по высшей категории. Но гуманно в Советском Союзе, например, было всеобщее бесплатное лечение. Если бы я был бы ребенком сейчас в России, то я бы не выжил. Просто не выжил. В Советском Союзе у меня не было... Моя семья не была блатной, у нас не было денег. Но обычный районный врач поликлиники, пусть и в Москве, но не в Фешене, а в районе Москвы, сейчас спокойно меня вытащил. Без каких бы то ни было там чрезвычайных усилий. В Советском Союзе было бесплатное образование. Оно сейчас фиктивно существует, но при этом это было реальное образование, а не тот гуманитарный бред, которому сейчас, скажем, бесплатно учат в Германии. Советских детей учили думать. То, что они умели думать, а Советское государство изучилось думать, стало причиной краха Советского Союза. Но тем не менее это был гуманитарный. В Советском Союзе, если мы могли дойти до кассы, мы получали свои 90 рублей. Это было чрезмерно, это создало социальное их девенчество, это было абсолютно гуманно. В Советском Союзе предоставляли квартиры. Не всем и не только бесплатно, но очень старались обеспечить квартиры по социальному норму. Я знаю дикое количество людей, которые получили квартиры бесплатно, в том числе некоторые члены моей семьи. Можно продолжать дальше. Когда копейки стоят городской транспорт, когда копейки стоят общий проезд по стране, и вы, будучи небогатым человеком, не принадлежа даже к среднему классу своей страны, можете попасть в любой мир. Можете попасть в Среднюю Азию, можете попасть на Кавказ, можете попасть в Прибалцию, путать в Европу, можете попасть на Камчатку и увидеть почти всё разнообразие мира, не выходя из своей страны. Если вы очень хотите, то можете добиться путём. Когда вы оканчиваете ВУЗ, у вас перед глазами огромное количество разнообразных карьер. Вы можете работать на общество, общественникам, вы можете работать в государстве, можете работать по специальности. Да, уже складывались мафии в 70-е годы, но они не получали развития. Вы можете, в конце концов, стать диссидентом. Тоже вполне привлекательное для некоторых проект. У вас очень широкий вариант. Ситуация, когда единственный способ, которым вы можете заработать себе на жизнь, он грабёж на большой дороге, она теоретически была невозможной. Понятие «пьяный милиционер» отсутствовал в принципе, как категория. И полиция действительно старалась обеспечивать милицию, действительно пыталась обеспечивать общественный порядок, головила преступников. У меня у одноклассников, в седьмом классе, на улице отобрали велосипед. Через два месяца милиция вернула им этот велосипед с извинениями, и мальчик свидетельствовал в суде. И ребята, которые ограбили, были наказаны, они получили условный срок, с учётом того, что они несовершеннолетние и всё остальное. Советский Союз был страной, где детей очень старались воспитывать. В моём классе были алкоголики, были все остальные, были дети, которые стояли на учёте в детской школе милиции. Делали всё, чтобы сохранить право родителей за их родителей. Потому что, в отличие от нынешней ювенальной юстиции, все понимают, что ребёнку с плохими мамой и папой лучше, чем сын, прости господи, в доме сирот. Мой дед был председателем товарищеского суда до конца своей жизни. И он мерил людей. Это был важный институт, когда люди ссорились, чтобы не доводить дело до суда, не доводить дело до официальных претензий, чтобы мерить, довести дело мира. Мой отец эту же функцию выполнял, так сказать, будучи завкафедрой, неформально, в сирксовой темпераменте. Если кто-то нарушал закон в отношении вас, и даже просто норму морали, вы могли жаловаться, помимо официальных органов, которые вас слушали принимать, в Месткомп, в Порткомп, в Комитет комсомолов, в Женсоветы, ещё в какие-то организации, о которых я уже не помню. Была поговорка. Слово «не воробей» поймают вылететь. Это было не про диссидент, это было про начальство. Я застал еще членов ЦК, сотрудников ЦК, поращиков этих белых мышей, которые выжили из ума и страну обвалили в катастрофу, но больше всего на свете. Они боялись рассердить народ. Это было в них вбито на уровне инстинкта. Они уже народ выбесили на улице, вывели, сутысячными манифестациями, но они их боялись. Нынешние вороны боятся ничего. У нас много звонков. В Татаре, в котором 60% без высшего образования, в позднем Советском Союзе, это было невозможно. В Советском Союзе был член Политбёрдца ККПСС, который сидел по молодости. Такое было. Даже судимый мог стать членом Политбёрдца ККПСС. Вопрос о социальных лифтах. Но вот людей без образования совсем там не было. Кто имел плохое образование, тех даучил. А насчёт кремлёвских геронтократов, ну давайте посмотрим на американских, на них геронтократы. Ну а зачем смотреть на американских, если мы говорим о России сейчас? Это, мне кажется, такая популярная манипуляция, что давайте посмотрим на то, как в Америке, если у нас... Нет, нет. Просто претензии, которые Запад привлевал к Советскому Союзу, сейчас, вообще-то говоря, полностью относятся к Западу. И самая ужасная в советской пропаганде, как я сейчас понимаю, было то, что она была правдива. То, что нам говорили про Запад, было правдиво. И много людей уехало назад. В тишинебельной стране. Журналист Владимир Познер в одном из интервью нам сказал о том, что советский человек, по его словам, был своего рода уродом, потому что он говорил одно, а думал другое. Как вы считаете, двоемыслие было свойственно этому времени и вообще, насколько удесновили заложниками? Уважаемый господин Познер, я просто судя по себе. Мои родители говорили то, что думали. Иногда матом случалось. Если господин Познер всю свою жизнь лугал, ну, это специфика его личности, это его проблема. Я могу напомнить, что господин Познер, если я правильно помню, когда у нас была бульдозерная выставка художников в 1973 году, я об этом узнал довольно рано, потому что у нас в семье были, так сказать, крайне критические люди, относящиеся к советской власти. Господин Познер официально рассказывал, объяснял, что это нормально, потому что у нас вся земля принадлежит государству. И как же? Кто-то захватил мою землю. Представьте себе, что у вас есть лужайка перед домом, и на этой лужайке, не спросясь вас, какие-то художники захотели организовать свою выставку. Я не знаю, когда господин Познер говорил правду, тогда или сейчас. Но людям свойственно судить по себе. Если человек говорил, что все луд, все лжицы и уроды, с высокой степенью вероятности, он просто говорит о себе, о своем окружении. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый. Татьяна. Да, Татьяна. Может быть, я поздно подключилась, но вопрос такой. Какова перспектива общеевропейской валюты в ближайшем и не только будущем, так сказать, в свете значительных изменений экономических после окончания, надеемся, этого эпидемии или как его... Спасибо. А что же будет с евро? Понимаете, мир падает весь. Мир падает весь, и Китай падает, и Америка падает, и Европа падает, и мы падаем. Прорабские страны вообще все стараются умалчивать тактично. Так что проблемы Европы, они, конечно, ужасные, глубокие. Европа будет разделяться на страны разных сортов и на людей разных сортов внутри этих стран. Но евро, в смысле евро в чем? Чтобы финансовые монополии в Германии и в меньшей степени Франции зарабатывали, имели гарантированную прибыль. Соответственно, пока эта гарантированная прибыль этих монополий превышает издержки, которые эти же монополии платят своим государством в виде налога на помощь, так сказать, неразвитым окраинам, евро будет сохраняться. Я думаю, что оно будет сохраняться. Дальше. Еще примем звонок. У нас много их. Да, слушаем вас. Извините, маленький вопрос еще. Михаил Геннадьевич, я с вами полностью согласен по поводу Советского Союза. Это по поводу, как вы сказали, старческой безнадзоркости. Лучше безнадзоркости, чем безорукости. А вопрос такой. Значит, вот вы сказали ключевое слово. если он изменит социально-экономическую политику. 20 лет уже. Неужели вам не видно, что никогда эту политику он изменить не может? Спасибо. Вы знаете, есть такая поговорка «Лучший враг хороший». Я учено скажу, в 2011 году вообще писал с маленькой буквы. Но если сравнивать то, что у нас происходит сегодня с тем, что мы видим на Украине, то лучше сохранять то, что есть, до последней возможности. Эта возможность скоро пройдет сама. но заниматься саморазрушением неохота. Украина это вот пример, который у каждого стоит, так сказать, в подкорке. Мы это видим и мы знаем, как это было и как это происходит сейчас. Что же, еще примем звонок. Да, слушаем вас. Добрый день. Михаил Геннадьевич, там в правилке Конституции есть темочка о неподсудности экс-президентов. Это о ком забота? Ельцина уже нет он там на большем суде. Горбачев в Германии его не тронут. Только остается о Путине и о Медведеве, так что ли? На сегодняшний день, да. Но на самом деле, в Конституции есть такая идея, но скажем, в Америке у президента есть так называемая особая полномочия исполнительной власти, которая де-факто ставит его вне суда. И воспользовался Никсон в студии. Еще звонок обязал представить документы, он их не представил. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Эжа. Меня зовут. Тут такая красивая лекция была про Советский Союз. А вот господин хороший, он мог бы рассказать, какие социальные гарантии были у тех военнослужащих, которых в 1954 году Георгий Жуков, проведя учения военные с применением ядерного оружия провел через эпицентр ядерного взрыва. Да, спасибо. Но можно еще Чернобыль вспомнить, можно вспомнить невозможность выезжать за пределы Советского Союза, много всего было. можно вспомнить Маяк, речку, Течи. Примерно столько же социальных гарантий, сколько у американцев, которые налогичным образом прогоняли на американских учениях. Просто о них не рассказывается радио Свободы. И можно примерно столько же гарантий, сколько у нью-йоркцев, которым в ЦРУ в 1977 году распыляло вирусы гриппа, кстати, аптечки в Нью-Йоркском метро, чтобы посмотреть, как эти вирусы будут распространяться и какой ущерб нанесут. А примерно такой же. Ну, получается, что вы уже не первый раз приводите... Какие были социальные гарантии уже с 1937 года? И обсудить эту тему. Ну, кстати, это про гуманность Советского Союза, вы вспомнили, 1937 года. Про гуманность Советского Союза, потому что при том, что у нас были совершенно лютые периоды, совершенно чудовищные периоды, Советский Союз построился в самую гуманную в мире цивилизацию. Могли еще в 1962 году, офицеров на улицу не выпускали бестабельного оружия, потому что если шпана привьет, не потому что кто-то не любил армию, хотя Хрущев разжигал ненависть камень, а потому что просто был уровень преступности. И это будет, так сказать, его побьют, и, значит, деньги, которые потрачены на учение, были потрачены на ветер. У меня, так сказать, родственник на губтвахте сидел старшим лейтенантом за это. Можно много чего вспоминать. Но есть факт. Успеем принять еще звонок? Что нам скажет звукорежиссер? Да, один звонок. Мы еще помним. Мы согласились принять. Если вы до нас дозвонитесь, вот появился звонок, слушаем вас. Да, как вас зовут? Добрый день, Сергей. Несколько вопросов. Кто из авторов более правдоподобно написал учебник про экономику, социал-экономический механизм функционирования? Что такое демократия, либерализм, капиталист, социалист, фашизм, нацизм? Что больше нам подходит? Кому нам? Нужно ли... Ну, вообще, вот, допустим, тем, кто из СССР взбывшел. Нужно ли нам приглашать беженцев с Ближнего Востока? Да, к сожалению, у нас очень мало времени, и мы попросим вас коротко ответить. Если можно коротко, нам пора заканчивать. Это одна из двух стран мира, в которой официально существует режим апартеида, но я думаю, что больше подходит фашизм или нацизм. Правда, нацисты свою страну развивали, а не гробили. Это существенная разница. Так что, наверное, все-таки фашизм. А люди из Советского Союза социализм, конечно. Ну что ж, на этом мы закончим. Спасибо вам, что нашли время и вышли в программу «Абонент доступен». Михаил Делягин, экономист, был на прямой связи с нашей студией. Эфир провели Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания.